Смотрите, как она выглядит, как она вообще играет цветами, бликами. Вот, смотри, вот это все сенсорное. Лежать или вот так на заднем диване лечь. Какой шикарный вид на заднюю часть. Дали мне такую открыточку. Это первый серийный электрический кроссовер от Nissan. Так, ребятушки, так как я на Гинзи, давайте посетим Nissan Crossing. Это такой небольшой шоу-рум, где стоят, наверное, самые топовые автомобили, которые есть сейчас у Nissan. Заход. Ну, уже просто годами нас встречает Fire Lady, кабриолет. Она здесь просто, мне кажется, до конца времен будет стоять, пока с ней что-то не произойдет. А с ней, мы посмотрите, ее так отреставрировали, эту красотку. Как она блестит. Она здесь будет стоять вечно. Какой шикарный вид на заднюю часть. Прям как у эффектной девушки. Басты. Здесь небольшой спект. Сегодня у нас обзор на Nissan Araya. Это первый серийный электрический кроссовер от Nissan Araya. Он имеет базу Nissan X-Trail, 18 сантиметров клиренс у него. Черная крыша. У него яркие цвета в своей основе. Вот такие красивые диски. Давайте обойдем. Здесь вот, по-моему, это решение от Lexus. Такая вот, моностоп вот такой. Вот так вот выглядит. Смотрите, по запасу хода. У этого автомобиля самая базовая комплектация это 430 километров. И обладает 218 силами. Есть разные варианты по приводу. Здесь такие два монитора. Приборка устаревшая. И не реагирует ни на что. Ну, это они не специально сделали. Устаревшая в плане, когда ты приезжаешь с Китая, где там есть топовые Li, Hi-Fi, другие бренды, Zikra и другие электрокары, Geely, да даже базовые бензиновые TIGI обладают более лучшими сенсорными параметрами. То есть все, как это двигается, без задержки. Ну, в общем, вот в этом эта тачка устарела. Хотя она была презентована в июне 2020 года. На самом деле, то есть этой машине уже где-то 3 год, поэтому как бы, ну, окей. Вот, смотрите, вот это все сенсорное. И, кстати, дает вам отклик, когда вы нажимаете на дойдет штуки. Ну, на самом деле прикольно. То есть она сделана под дерево и в ней кнопочки. Так, смотрите, у нас консоль двигается. Но сейчас сзади людей, не буду ее двигать. Здесь вот так вот. Драйв мод. Здесь у нас вот такие вот два подстаканчика. Здесь у нас зарядка для телефона. Джойстик. У нас вот здесь вот колонка. Такая вот со светом. Смотрите, здесь система ProPilot 2.0 стоит. Они над ней много работали. Люк у нас не откроется. Так, смотрите, самая топовая комплектация. Она может... Оу. У кого же китайцы взяли идею? А не у Nissan или случайно? Допустим, тот же самый Zikar и другие ребята, которые делают в Китае автомобили. Подобные решения там во многих машинах встречают. Но Zikar 001-то 100% там вот, ну, нечто похожее сделано. Кожаные сиденья. Так, ребят, что у нас по запасу хода? Смотрите, самая топовая версия, которая обладает 91 киловаттом, передний привод, она проедет максимум 610. Но будем реалистами, отнимаем 30%, где-то в районе 470 все-таки машина проедет. Никаких 610 она никогда в реальных условиях, конечно же, не проедет. Закроем. На самом деле уютненько, алькантара, кожа, память сидений. Для 2020 года, для такой цены, я сейчас ее скажу чуть попозже, на самом деле это вполне достойный пробег. Здесь включается ProPilot. Ну, смотрите, здесь ProPilot, он что может делать? Он может ехать по одной полосе, водитель может отпустить руки и отпустить все педали. Газ и тормоз, и машина. Но, вот здесь вот камеры, они будут следить за вами. И если вы будете отвлекаться, тогда эта машина попросит вас положить руки на руль. Иначе ProPilot отключится. Вот, ну, то есть такая простенькая версия, но как бы Япония... Не говорит, что они номер один вообще в этих системах. И, конечно же, им до, там, китайских брендов, до Теслы им далековато. Но по включениям... Мне очень нравится, как откликаются вот эти кнопочки. Я бы просто вот давил, 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 давил. Итак, есть быстрая зарядка, есть медленная зарядка, заднее сидение, малыш, садись, давай посмотрим. Батарея, соответственно, снизу. Здесь опускающиеся сиденья, опускать не будем, а то девушка, наверное, разнервничается. Багажник сейчас откроем, сейчас люди это идут. Так, ну, колеса, на самом деле, прям 235, 55 на 19. Ну, если на таких колесах она проезжает заявленные километры, но это очень достойно. Так, как у нас открывается лючок? Та-та-та-тан! Это у нас... Это у нас медленная зарядка. Вот здесь вот у нас будет быстрая. Да, вот она быстрая. А у нас в Владивостоке очень много таких зарядок, то есть вся Русгидро позволяет заряжать ту машину и быстро и медленно. Ну, вот малыш все чувствует вполне. Ну, тут и для ног взрослого человека давайте я душе саду. Вообще, посмотрите, ну, просто как в Prado сижу. Хотя, вот эти сидушки очень комфортно настроены. Две зарядки, Type-C, USB, подогрев заднего дивана. Охлаждения нету, так что у нас вот здесь вот просто два подстаканника, ничего более. Потолок белый. Хочется вот сюда чуть-чуть продолжения панорамы. Но на самом деле хорошо. И можно было сделать пошире. Китайцы вообще просто короли панорам. Даже в BMW, даже в Mercedes, не знаю, не тот уровень. Мне не нравится, как они делают. Китайцы просто боги. У тебя панорама часто уходит вот до сюда. То есть ты сидишь и ты можешь просто вот так вот растечься по заднему сидению и смотреть в звездное небо, в солнечное небо, в облака. А вот здесь вот, вот я вот максимально растекся по задней сидушке. Смотрите на меня, как я тут выгляжу. И я могу смотреть, ну только туда, вперед, звезды. И не могу вот прям вот так вот лежать. Или вот так вот на заднем диване лечь. Ну нет, мне просто не видно. Малыши вообще очень не отходят от Араи. Не знаю, можно ли так делать. Ну и сделаем. Так, что у нас тут? Ниши. Ну нормально, хватит заложить что-нибудь. Ну ничего такого. Ой, кнопка есть. А ладно. Я в Китае, в Тойоте очень удивлялся, когда там стояли автомобили. Причем там, знаете, равчики и другие. То есть как бы это прям не самый масс-маркет, но у них не было кнопки опускания багажника автоматически. И когда даже бюджетные китайцы, наверное, только Тига-тройка не обладала кнопочкой закрытия багажника, ну как бы это было странновато. Но здесь на Арае есть. То есть на электрокаре, если бы не через электропривод закрывалась пятая дверь, крышка багажника, ну это было бы странновато, конечно, в общем. Так, вот это, наверное, у нас какие-то камеры, какие-то лидары, мне кажется. Это не просто полночки. Не хватает вот здесь вот монитора, то есть чего-то для переднего пассажира. Дать ему посмотреть мультимедиу. Но опять же, монитор стоит денег, и поэтому его сюда не поставим. Ну и на самом деле, я сейчас не припоминаю, чтобы кто-то из японских автобрендов сделали себе продолжение монитора, ну вот досюда. Еще пока, наверное, никто не делал. Я чуть не могу вспомнить. Если вспомните, напишите, пожалуйста, в комментарии. Я не припоминаю. Ну, в общем, что? Стилевый кроссовер пробегает 610 километров. Ну, это заявлено. Самая младшая версия пробегает 410. Есть полный привод, есть передний привод, есть разная мощность. Есть 218, есть 394. Одноступенчатый редуктор, два электромотора, если у нас полноприводная версия. Это Nissan, сборка Япония. Цены. 5 390. Ну, это стоит конкретно вот этот аппарат. Это, знаете, сколько? 3 200. Базовая цена 4 900. Ну, это там 3 миллиона рублей. Вау, 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 вау. Ну, очень хорошо. Ну, это прям очень хорошо. Но это у нас версия все-таки на 218 лошадей. И все-таки хочется, хочется версию. Вот видите, 66 киловатт-часов. Поэтому он пробежит 430. Но есть разные версии. Если у вас там полный привод, передний привод, то там уже идут разные версии. Вот в каталоге мы тоже приложим. Вот здесь вот скрин. Какие версии бывают по лошадям, по заявленному пробегу. Но я думаю, самое интересное, черт с этим полным приводом на самом деле. Пусть это даже кроссовер, но я даже не знаю, кто его будет эксплуатировать. Ну, прям вот в реально бездорожных условиях. Ну, где-то там за городом, в снегу, в грязи. Я бы брал передний привод и брал бы максимальный пробег. 610 на одном заряде. И вот тогда вот эта машина, она реально конкурирует с китайцами. За 3 миллиона рублей, за 3200, ты покупаешь 400 километров на одном заряде. Просто прекрасно. 66 киловатт зарядить. Сейчас я вам скажу. Так, давайте пойдем далее. Это вот здесь у нас болид, на котором Nissan участвует в гонках. Ну, это уже до мнения. Формула Е. Нисмо. Здесь вот такое тоже стрицификация. Красивый, конечно, аппарат. Сейчас все бренды, кто там в топе, они все делают вот такие вот разработки для выступления на Формуле 1. Топовые разработки. И, кстати говоря, вот на данную тему мне очень нравятся фильмы. Это Ford против Ferrari. Обязательно посмотрите, если не смотрели. Я его сел смотреть, мне что-то не зашло. Я выключил и посмотрел через полгода. Его полностью и так кайфанул. Просто на реальных событиях снятый фильм. Прекрасная актерская игра. Прекрасная история. Прекрасное противостояние. Прекрасные смыслы. Заложенный фильм от двух брендов. Один специализировался, ну, то есть Ferrari специализируется на все-таки это красивые дорогие автомобили, которые приносят эмоции. И есть Ford, который всегда занимали масс-маркет, наверное, на рынке Америки номер один. И как столкнулись умы, которые работают в масс-маркете и умы, которые работают над тем, чтобы человек кайфовал за рулем автомобиля дорогого Ferrari. Рекомендую посмотреть. На втором этаже Nissan Crossing здесь Fire Lady. Она стояла и в 2019 году, но единственное, она в предыдущем рестайлинге. Здесь вот, как бы, товарищи, которые встретились мужиками, так сказать, не в гаражах. А вот сейчас они тут встречаются в шоурумах. У нас же в России все-таки либо ты стоишь на каком-то пидстопе, где все пьют кофеок, общаешься, там подъезжают разные машины. Вот, а здесь вот мужиками встретимся, вот, Nissan Crossing пообщались. Вот, ну что, Fire Lady, все-таки вы где же быстрите? Новые стопики у нее, рестайловые, какие красивые. Но так ничего не меняется, все-таки купе привлекает внимание и там BMW M3, да вообще все, то есть даже там BMW Z, все купе спортивные привлекают внимание. Посмотрите, много оптики, колесики черненькие, но небольшие. Они такими маленькими кажутся. Это что у нас, 20-е? Нет, это даже 19-е, не очень, маленький, маленький тормозной диск, хотя это вроде бы спорт, но тормоза вроде хорошие. Малыш сидит. Приборка, ну так себе. Джойстик. Здесь у нас Alcantara с кожей. Маленький, довольный сидит, вот, очень интересно. И мы, кстати, здесь еще поговорим, как детей знакомят с автобрендами и как себе большие ребята, такие как Nissan, Mazda, Honda, как они готовят поколение инженеров. Здесь это очень интересно, и я когда это в 2019-м увидел, я был удивлен, как они работают. В этом плане занимаются вербовкой малышей. Так, 6600 она стоит. Что у нее? Трехлитровый двигатель, задний привод. Расход есть 10 километров на литр. Это японская метрика. Так, ну, почему не пишут, сколько разгоняется до сотни? Китайцы вообще любят. Ну, и как бы вообще во всем мире, когда у тебя какая-то такая топовая тачка, все пишут, за сколько она разгоняется до сотни. Здесь нет. Самая бюджетная версия стоит 5,390, ну, 5,400 она стоит, и самая топовая 9,200. Интересно, что в 9,200? Наверное, какие-нибудь, возможно, колесики стоят побольше, нежели в 19-й. Синяя красотка. Вообще, считаю, что все спорткары, все какие-то спортивные купе должны быть яркими цветными, потому что тот же Zika в оранжевом цвете с черной крышей очень привлекает внимание. И вот эта синяя красотка, она тоже привлечет много внимания к себе. Приглашают молодежь. Посидеть. И знаете, вот опять же, это про японский менталитет и про отношения. Он понимает, что этот паренек молодой, у него-то еще, возможно, ему нет 18 лет, и он не купит эту машину, хотя на самом деле японцы любят очень молодо, и на самом деле это может быть половозрелый уже. Парень с паспортом, 18 лет, можно курить, пить, ходить в дискотеке и делать прочие штуки. Но как он приглашает, то есть он понимает, что этот парень не похож на целевую аудиторию подобного автомобиля, то есть кто может прикупить, но он с улыбкой приглашает его сесть, посмотреть, покайфовать за рулем на сиденье водителя. Этим не нравятся японцы. Даже если ты заходишь в ресторан, и ты одет в кроссовках, штанах, понятно, ты турист, но ты как бы немножко не коррелируешь с общим вайбом в этом настроении, с его стилем, с его контекстом, с его прочими посетителями. Извините, я тут пытаюсь еще не упасть, потому что позади меня ступеньки. И никто не посмотрит на тебя, и ты не увидишь взгляда. Чувак, что ты сюда пришел? Одинся по-другому и приходи. Ну ладно, мы сейчас тебя посадим, ну а сделай вылож, тебе надо приходить по-другому одетым. Здесь вы никогда не почувствуете вот это. Ну и во многих странах, за границей, также вы не почувствуете какого-то предвзятого отношения из-за того, как вы одеты и как вы выглядите. Дальнюю такую открыточку. Здесь меня упустите. Вау. Давайте подойдем к раннему автомобилю. Я издалека подумал, ну когда только зашел на второй этаж, что стоит зикар, оранжевый, в комплектации Z. Но это FireLady. Такая же, и вы посмотрите, как она выглядит. Как она вообще играет цветами, бликами. Как идут черные колеса, пусть и маленькие, притонированная внутри фара. Посмотрите, черная крыша, ну вообще просто стиль зикара. Реально зикар, мандарин. Так, ну что, у нас все, в принципе, то же самое. Я думаю, они просто показывают расцветку. Как может выглядеть данный автомобиль. Спецификация. Ну колеса маленькие. Ну посмотрите, ну в эту арку просится, ну 21 колеса. И высоту я бы сделал бы 35. Серьезная аппаратура. И, кстати говоря, по Японии вообще людей с серьезными видеокамерами, фотоаппаратами очень много. Кстати говоря, он ловит кадр, что бликуют и отражаются дома. Гинзы. Простите, вообще красивый аппарат. Надо брать цветное. Однозначно, потому что просто супер притягивает внимание. Так, смотрите. Ну вот здесь вот прайс, конечно, какой-то усредненный. Они тут и пишут, там, рекомендовано 4 миллиона рублей. 6 600 миллионов иен. Это, ну, где-то там 4 100. Представляете, вот такая вот красотка на трёхлитровом турбодвигателе. Всего лишь 4 400. Так, ребят, почему показать цвета? Ну, посмотрите, простите говоря. А, ну вот оттенки. Это, наверное, экстерьер, интерьер. Белый. Ну, вот интересно. Вот жёлтый, оранжевый. Тот, который стоит правее меня. Синий. Ну и тёмность. Ну, в общем, я бы вот этот бы выбрал. Синий, либо золотой. Так, самый дорогой цвет. Самый дорогой. 9200. Почему, почему, почему? Ну, а, ну, там комплектация Nismo, там что-то доработано по мотору. 9-ступенчатая механика. 6 МТ. 9 М. Это всё-таки, наверное, вручение. Ну, типа Типтроника. 6 МТ. Я думаю, японцы ещё долго не решатся на, там, свыше 6-ти ступеней механику. Так, и стоит. Это всё добро. Всего лишь. 6600 – это 14. Ой, так. Так, ребят, что по ценам на вот такую вот файлэри-кроссовку? Ну, тут, кстати, тоже оранжевый. 6600 – это 4-4 миллиона 100 где-то. Ну, вообще, 4 миллиона рублей. Старт. А, вот, смотри, самая базовая – 5300. То есть на миллион нету, там, где-то 3, там, 3, 400, 3, 500. Вообще, вот, новая вот такая вот машина будет стоить. Самая топовая конвентация вниз. Ну, это 9200. То есть там, где-то там, ближе к 6-ти миллионам. Такая вот красотка, он турбовидитель на механике. Вы ещё найдите спорткары. Ну, хотя бы, по крайней мере, выглядящие, как спорткары, автомобили на механике. Так как Гинза – это район высоких зданий, поэтому здесь экскалаторы и шоу-рум находятся на двух этажах. Там ещё, наверное, будет два автомобиля, насколько я помню. Здесь, ну, недостаточно места, то есть с учётом там, чтобы ещё люди могли взаимодействовать с машинами, пофотать их и прочее. Здесь больше двух. Вот первый, это вроде Fire Lady. Ну, да, да, две машины и вдалеке будет ещё одна. Это, да, вторая Fire Lady в двух цветах. Это самый последний рестайлинг. Какой смысл находиться в шоу-руму, в самом центре Гинзы? Это вот для вот этого. Люди взаимодействуют с автомобилями, которые Nissan хочет продавать. Поэтому, знаете, девушка, ватчевочка с портфельчиком, она изучает прайс. Не вот это, который сейчас в кадре. Она изучает прайс на втором этаже на Fire Lady Z. То есть на самую молодую вот такую вот красотку. Понимаете? Ну, то есть там ценник, наверное, где-то там 4-5-6 миллионов за Fire Lady. И как бы никто не знает, кто она. Она пойдёт, а отцу расскажет. Ты знаешь, ты вот любишь Fire Lady. Я вот сегодня видел на Гинзи. Последний Fire Lady. Пожалуйста. Мамочки изучают. Ну, в общем, в Японии целевая аудитория... Ну, понятно. То есть кто-то просто смотрит, изучает, удивляется ценам, удивляется технологиям. Но целевых покупателей на Гинзи много. И вот они вот в самом центре вот этого муравейника. И не зря. А знаете, для чего они поставили вот эту машину? Ну, она же не продаётся. Это машина, которая участвовала в гонках. А вот для вот этого, чтобы люди смотрели вот так вот. Там просто часы бьют. У нас сколько? Три часа дня здесь в Токио. И всё это сделано для того, чтобы люди видели через стекло вот этот вот офигенский просто... Я даже не знаю, как они правильно называются. Ну, в общем, гоночные автомобили из Формулы. И заходили посмотреть сюда. И покупали Араю. И на втором этаже автомобили тоже представлены. Чтобы смотрели, знакомились, щупали, трогали, кайфовали. И делали продажи. Ниссан Кроссинг. На именции. Выходишь из Ниссан Кроссинг. Попадаешь на очень оживлённый перекрёсток. Для Японии, даже для Японии, это очень оживлённый перекрёсток. Смысл какой? Привлекать внимание людей в самом топовом районе города. И я думаю, за эту локацию очень много бы отдали ребята, там, продающие тачки, там, в стиле Феры, Ламбы, там, какие-то... Ну, и ещё там другие топовые ребята. Форше, Мерседес. Но здесь Ниссан Кроссинг, и они продают свою Ниссан Араю за, там, 3 миллиона рублей. Это базовая цена. Очень много людей. И все обращают внимание. И внизу машины все красные. Красный привлекает внимание. Они просто гении маркетинга. Ребят, ну что, это просто буквально раз, два, три автомобиля. И то, два из них это одинаково. Модель просто в разных цветах. Они привлекают внимание, они привлекают внимание к бренду. Вот, то есть есть такой вид маркетинга. Маленькие презентации проводят, отвечают на вопросы людей. Ниссан Кроссинг. Гинза. Токио. Компания Сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору, доставке, растамаживанию и отправке по России автомобилей с аукционов Японии. Компания Сферокар. Ваш эксперт в выборе качественного автомобиля.